Он понял, что мы на этом зарабатываем. Ну, ну да. Ну, я не расслышал, нет. Слава Иисусу Христу! Воистину! Слава Христу! Что-то все мужики валяются, ни один не сидит прямо. Почему? Половина голые мужики. Да? Мы пришли сюда, в этот садом, с великой радостной вестью, что Иисус Христос, Сын Божий, Второй Рисот Троицы, сошел на землю две тысячи лет назад и умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. И ныне зовет к покаянию, чтобы мы начали жить в благодати Духа Божия. Я об этом знаю. Я об другом хотел поговорить. А если знал да не делал человек, бит будет много, Писание говорит. Надо исполнять, не только знать. А если исполняю? Я маленькие вопросы вам могу задать. Почему нет? А вы мне можете большие и маленькие задавать. Зачем вы бреетесь? А вы знаете, в моей семье принято так. Я отвечаю. Мы не сами по себе. Нас Бог сотворил. И Он нас называет своим храмом. И кто храм Божий разрушит, испортит, Бог говорит, покарает того. Это Бог сотворил мужчине, дал знак власти над женщиной, а женщине не дал. А теперь два бритых в доме, две мамы, подкаблучники мужики. У нас в стране сегодня 86,5% разводов первые три года. И за время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Страна вся сгорает в блуде. Простите, как я могу к вам обращаться? Я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барново, Алтайский край. Мне 81 год. Игнатий Тихонович, при этом познакомиться, меня зовут Василий Масляк. Василий Николаевич. Вы знаете, мой дед как бы приучил меня бриться. Так, минутку, подожди-ка. Володя, ты уходишь, подойди, а то я кое-что не расслышу. Он говорит, его дед приучил его бриться. Дед? Зовут его Василий Николаевич. Да. Василий Николаевич, это как у нас, Черепанов. Так, дед ответит за себя, вы за себя. Нет, на деда не надо. Ну, вы знаете, это воспитание у меня такое, поэтому вот бреюсь. Знаете что? У нас по скайпу идут занятия, Библию изучаем. Люди с разных городов, народов, и занятия идут. И вот как-то один пришел на занятия, а у него написано вот здесь вот, а я знал языки, считаю так, и берешайся, и дуби-щуди. И вот так рука, я даже не поверил, такую надпись. И берешайся? И берешайся. Тубич-фульдих. Я являюсь, простите за выражение, дерьмом. Да. А виноват ты. По-русски говорит, я, говорит, говно, виноват ты, палец вот так, это как вы на деда показываете. Не надо. И он, когда ему расшифровал, это все, а я позвонил, у меня племянница в Германии, и сестра тут преподает немецкий язык в Алтайском государственном университете. Проверить себе, я даже не поверил. Ну, и получилось так, что он сразу снял эту футболку, и я говорю, что ж ты делаешь, Миша? Да я не знал. Ну, не знал, надо учиться. Что ж надеваешь-то? Это одна американка приехала, и в Китай понравилась ей тоже кофта, она надела, вышла во двор. А на дне эти китаянки-то стоят и смеются. Она, видишь, что-то неладно. Зашла, говорит, что написано? Она говорит, а я распуфыренная дура. Она сразу ее скинула с себя. Не дед виноват. Ты, Василий Николаевич, сам за себя отвечать будешь? Буду. Дед неправильно вам сказал. Борода дана от Бога. Вы зайдите в храм Божий, посмотрите, Христос, апостол, пороки с бородами. Лев Толстой стоит с поясом. Лев Толстой. И вот так рука за поясом. Посмотрите. Он так делал. А мой дед очень хороший человек. Я просто, ну, можно сказать, его продолжение. Поэтому... Знаете, Бог... 12 глава, 48 стих, Евангелие Теяна говорится. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас последний день. Значит, по нему надо жить. В 23 года после армии мне эта книга попала в руки. Я понял мои знания, что я знал. Я много учился. Я понял... А где вы служили, простите? Труха, а? А где вы служили? Где в этом... Я служил на Камчатке. На Камчатке. И в Камсом... Там... Николаевск-на-Амуре. Вы моряк? Да, я моряк. И потом учился в мореходном училище. Работал на корабле после армии. И сошел на берег, и впервые меня попало в руки Евангелия. А я искал Бога всегда. Что Бог есть, я знал. Старобряще сказать. А в то время запрещено, да, было? А? Церкви, наверное, не было. Церквей, наверное, не было в то время. Как-то... Мне... Болодя... В то время церкви были? Не, да, там бы были. Ты про Камчатку спрашиваете? Ну, вообще, в ваше время... Елизово, Елизово, Елизово. Со службы уволились. Были церкви. Ну, мне не все понятно, я еще ответить должен. Он спрашивает, церкви были в ваше время? Ну, я... Кто были? Церкви. Церкви не было. Только в Барнауле одна церковь была. Но мы не ходили. Мы из старообрядцев. Староверы, кержаки. Знали, что Бог есть. Дальше не было. А теперь мы в церкви находимся, в государственной. Мы уверовали. Брат у меня закончил семинарию. Он священником, протеерей. Мы с нуля строим православную деревню. А одна на 31 тысячу погубленных сел в России. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Первым делом... Хорошее занятие. Мне нравятся ваши идеи. И нравятся ваши слова, что вы строите православную деревню. Да. А не храм. Просто храм. То есть вы... Очень интересно. Я, по милости Божией, не сам. Создал детский лагерь. И 48 лет с детьми занимаюсь. 48 лет бесплатно православный. Я не теоретик. Вот конкретно. Народ неграмотный. Ну, неграмотный. Я иду и преподаю одновременно в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, в Барнауле пять, городской и краевой. Во всех воинских частях здесь. Заводы, фабрики, три радиопрограммы по радио. Всё бесплатно. А вот дети, там много детей, три с половиной миллиона. Министр внутренних дел говорит, Нургариев. А что ты сделал? Вот начинают. Евреи всё захватили. Ну, всё. И финансы, и банки. Ну, это так и есть. Ну, надо бороться с ними? Надо. А как? Я оружие одно. Любовь. Другого нету. Любовь. Вот ко мне еврея привезли показать, он там знаком был. Он у меня через три часа стал православным, а теперь батюшка. Пусть через каждое священник один еврей будет православным. Я ушёл. В нашей жизни, мне кажется... Меня судили, когда за слово Божие судили. Это дело должно быть в 86-м году. Совершенное развитие. В 86-м году меня судили, последний раз. Я прошёл пять тюрем и лагерь. Следователь стал верующим. Обратился, принял крещение. Как говорят, тысячи людей пришли. Преступники каялись. Это Бог делает. Бог человеку-то невозможно. В сердце человека взять свои руки. Они меняли показания, эти преступники. Вызывали прокурора. Я говорю, призови. Да там мне срок накрутит. Ты об этом сроке не думай. Ты правду должен сеять. И ни одному не накрутили срок. А только меньше было. Это Бог делает. Правда, правда, сила. Вот я вернулся, когда оттуда. Сотрудничаю с местной тюрьмой в Барнауле. 3700 преступников. Выступаю там по рации. Приносим, удаём, ходатайствуем. 18 лет. Я нигде не получаю ни за что. И люди из заключения выйдя и ищут меня встретиться. Один идёт как-то, через дорогу кричит. Я говорю, а кто ты? Да вы же к нам приходили. Я вот теперь, видишь, у меня жена, ребёнок. Ну, у меня бутылка. Я хоть не пью, но я не имею права к вам даже подходить. У него бутылка там сзади идёт. Ну, видно, весёлый мужик. Надо делать... Я как крёстный отец. Да. Ну, у меня свой ребёнок тоже есть. Но вот как крёстный отец. Что я должен донести до своего крёстного сына? Он что? Что я должен донести до своего крёстного сына? Как проводить время там или что? Так, знаете что? Вы так внезапно сейчас исчезнете. Вы запомните два слова. Запишите их. Если будет желание встретиться, ключ дам вам. Назвай Игнатий Лапкин. Запишите. Вы меня в скайпе найдёте. Я один. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Напишите, я выезжу правильно. Нет, вы пишите. На меня прямо. А как на вас? А вы внизу, тут под моей фотокарточкой, тут вы увидите. Там печатайте туда и буквы туда войдут. Курсором ударьте. Во, всё правильно. Правильно. А вот если... Это по скайпу, я один. А если вы хотите зайти на наш ютуб, у нас 17800 роликов. Вообразите. 17000. Как деревню мы строим, лагерь. Как у нас молятся. Игнатий Лапкин. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Русским. Напишите, канал, ютуб, во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вы сейчас сразу выйдете. Так? Да. Би-би-ли. После Б второй Б и не надо. Би-би... Да, простите. Ну ничего, она-то откроется, откроется. Давайте. Открывайте. Потом уже. Ну ладно. Извините, мне пора отключиться. Ну понятно. Ну только запомните, что вы получите ответ на все вопросы, если зайдете на сайт на наш. Точно так же, Игнатий Лапкин, сайт. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Архипелаг ГУЛАГ. Там материалом моря. Игнатий Сахалович, желаю вам... Всего хорошего. Вас как звать-то? До свидания. Не понял. До свидания. У вас как звать, я говорю? Василий. Василий означает царь. С греческого. Будь царем над всеми пороками. Царь. Понял вас. Спасибо. Храни вас Господь, царь. И вас. С Богом. С Богом. Добрый человек. Церкви или что у тебя? Я православный христианин. Православный. Мы живем в России. Благодарим Бога. Мне 81-й год. Ого себе. Слава Иисусу Христу. А с какого города? Как? Город Барнаул. Барнаул. Славу. Да. Ого себе. Мы людям принесли большую радость. Говорим, как у нас написано в Евангелии. Что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди жили не для греха, не для блуда, а для Бога. Творили добрые дела. Мы все люди на земле братья по Адаму. Вот мне Господь позволил написать 38 томов книг. Я вел занятия в университетах везде. И вот мы проехали по стране, Бог, мой Бог, положил на сердце подарить книги библиотеки. Мы из Барнаула доехали до Владивостока. А потом проехали до Лиссабона, Португалия, через Испанию, Германию. Потом прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию и север. 650 городов посетили, где я и выступал, и подарили книги на 35 миллионов рублей. Мы в шести мусульманских республиках было. В Азербайджане, в Баку. Ночевали в доме Умуллы. У нас хорошее отношение с ними. Потом в мечеть ходили, молились. А потом пошли в православный храм. Ничего себе. Мы строим православную деревню здесь на Алтае. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот нам мусульмане говорят, а вы свинину не едите, а мы вообще мяса никакого не едим. Не потому что нельзя, а потому что мы сильные. Мне 81-й год. Меня за слово Божие судили, я пять тюрем, прошел лагерь. А я еще таблетки не съел ни одной. Красавчик старый. Вот. А где сидел? Жанатас, Джамбульская область, Казахская ССР. Мусульмане одни были там. Меня специально послали, потому что я несколько языков мог говорить, чтобы меня люди не понимали. Вот я служил в морфлоте, и у нас прислали таджики, узбеки, и к ним плохо относятся. А я сразу начал их язык изучать, туркмены. С первого дня начал их языки изучать. Им помогать. Ничего себе. Мы тоже в старой тюрьме сидим. Да? За слово Божие, когда сидишь, тогда разговор другой. У меня следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А я когда вернулся, я реабилитирован теперь. Реабилитирован. Я политзаключенный, как был. И теперь сотрудничаю с тюрьмой. Я в тюрьме 3700 в Барнауле. И вот в камере, каждую камеру имею доступ. Ну, не туда заходить, а через это. Узнаем, какая нужда. Я в первую очередь стараюсь помочь мусульманам. А почему? Потому что другой народ. Тут он герой, а там их 70 человек, он один там размажет в один день. Чтобы он не отчаялся. Чтобы вышел. Я узнаю, ходатайствую, прокуратуру иду за них. Это Бог так делает. И они, когда выходят, меня находят, где я живу. Они, благодарности нет конца. Они очень благодарные. Да, Аллах, тебе здоровый, здоровый. Да. Бог дает мне здоровье. У меня две голубятни. Я с голубями вожусь. А почтальоны есть? Кто? Почтальоны. Нет, нет. У меня там турмы. А мне они не нужны, почтальоны. Мне интересно с ними быть просто. Мы строим деревню православную. И поэтому у нас свой фермер. И отходы пшеницы дает. И поэтому я держу так богато. Вот говорят, машина. У меня кроме велосипеда никогда ничего не было. Надо жить интересно, красиво и в бедности. У нас в семье было 10 ребятишек. 10. И никогда мы не слышали, чтобы отец с матерью ругали власти. Нам указание дано молиться. Вот когда мы беседуем, я выступаю. А там где? Ну вот у меня благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Я его считаю самый лучший руководитель региона. Рамзан Ахматович. Он один в стране, в Российской Федерации, запретил делать аборты. Он герой страны. Он герой не по звездочке, а по натуре герой. Мы везде несем Евангелие и жил. Чтобы люди верили во Христа, жили для Бога. Вот сейчас он показали, Рамзан Ахматович, храм православный большой отстроили. И он там открывает, помогает. Он большой души человек. А мусульманин. Вот так. Вот вас, если заинтересует, пожелаете встретиться. Вы можете меня найти в нашем скайпе, называется скайпе. Игнатий Лапкин. Два слова. Игнатий Лапкин? Да. Игнатий Тихонович Лапкин. Ну, надо зарядить Игнатий Лапкин. А если вы зайдете на ютуб канал, во свете Библии Игнатий Лапкин. У меня здесь 17 800 роликов. Ого себе. Сейчас я вам на скайп позвоню. И просмотров 44 миллиона. Ничего себе. Да, ну я, как считается, блогер. Вот мне Бог позволил создать лагерь детский. Я начальник его. 48 лет уже. 48. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. У меня и православные, и мусульмане. Кого только не было. Все мы... Никогда такими не бывает. Бывает наркоман. За один месяц он другой. Услышала директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Деннон. Прилетела. Ей дали сопроводительного с Останкинской башни в Москве. Она посмотрит, как это так. За один месяц ребенок полностью меняется. У нас молитва, чтение. Никто никого не имеет. Мальчик не имеет права к девочке пальцем прикоснуться. Вы к нам зайдете во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот зайдите. У нас женщина одевается в два платка, как хиджаб. Платье до полу. У нас нет ни аборта, ни одного, ни развода. Мы православные, но только наша община такая одна. У меня брат священник. А вот мы были в Дагестане. И сейчас... И сейчас... Большое Racing. Субтитрывалы.